Дмитрий Валерьевич, доклад о бегущих полах. Около предела со связанного с жесткими шарами. Так, я собираюсь рассказать про свою деятельность, которая вообще-то не очень новая. Но я про нее максимально мало рассказывал, немножко физикам рассказывал. Но кроме того, вы увидите, что есть небольшие дополнения, уже относительно недавние. Итак, речь пойдет про цепочки. FPU, у меня один молодой человек сказал, FPU, наверное, это floating point unit. Но на самом-то деле, это фермифаста улов. А как тут переключаем? Надо рукой макать, да? Это фермифаста улов. В четвертом месте введу частицы, которые расположены напрямую. Их может быть конечный набор. Но я буду рассматривать ситуацию, когда их бесконечное количество. Надо примерно представлять так, что каждая частица с номером N где-то живет не очень далеко от точки с целыми координатами N напрямую. И вот они взаимодействуют друг с другом. V это потенциальная энергия. И, как видите, из уравнения 1, значит, массы у всех частиц, мы считаем, что они равны единице, а взаимодействуют друг с другом только соседи. То есть соседи по номеру, как бы. Даже если частица чуть подальше ушла, то, тем не менее, она будет взаимодействовать с соседней по номеру, а не с той, которая ближе к ней. Ну, вот такая модель, которая в физике довольно часто используется, это одна из стандартных моделей физики простого тела. И такого типа системы писали еще до войны, но как-то был резкий всплеск интереса к этим системам в связи с деятельностью, с работой Фермифарста Уолом, об этом чуть позже. Но, значит, что, какая задача, какую задачу мы собираемся решать по поводу вот этого уравнения 1? Речь пойдет о том, чтобы найти решение типа бегущей волны. Решение типа бегущей волны для меня, это решение вида 2. Ну, как видите, значит, вот если функцию Фи положить равную нулю, то вроде как получается, что все частицы на месте стоят, каждая с целой точки расположена. Но если Фи отлично от нуля, то будет по отношению к этому состоянию тривиальному, будет некоторое возмущение, которое побежит со скоростью В. Вот именно такого типа решения я и собираюсь искать в этой системе. Более того, меня будут интересовать такие локализованные волны. Это означает, что функция Фи стремится к некоторому пределу на плюс бесконечности, а также на минус бесконечности. Это означает, что, в общем, вот это такая, такой как бы солитон, то есть на бесконечности все стоит на месте, а где-то посередине происходит движение. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот фирмы по автоулам. Это работа знаменита в нескольких аспектах, в частности, в том, чтобы скорее, ну, в общем, это первая работа, численная работа по динамике. То есть тогда, только-только, видите, сороковой год, только-только начали появляться компьютеры, и появилось у физиков во главе с Ферми желание просимулировать вот некоторые системы дифференциальных уравнений, но ту, которую я, в общем-то, писал, только конечную, для конечного числа частиц. И поскольку тогда и действительные механики уже были весьма популярны и довольно общепризнаны, хотелось, тем не менее, увидеть это. А действительно ли динамика производит вот такое равномерное распределение по различным модам энергии? То есть поначалу мы задаем какое-то очень специальное начальное условие, возбуждаем, может, одну частицу, но они возбуждали одну линейную моду в линеаризованной системе. И потом смотрим, а что, действительно ли в результате динамики будет равномерное распределение энергии по модам, ну, как-то говорят, еще по степеням свободы, ну, и все такое. В общем-то, это попытка численной проверки органических уходниц. И результат оказался обескураживающе отрицательным, никакого перераспределения не было. То есть поначалу там начала как-то энергия уходить из этой возбужденной моды в другие, а потом через некоторое время она вернулась почти полностью в исходное состояние. Вот. Но, как честные люди, вот авторы во всем этом вот так вот честно написали, там было у них 64 частицы, но с тех пор система такого типа очень много, очень много исследовали, и много есть численностей и теоретических исследований. Следующий. Вот. Где-то уже в 80-е годы появилась вот какая деятельность. В таких, такого типа цепочках, как правило, бесконечных, начали строиться локализованные периодические решения. Они были названы бридеры, то есть такие вдохи. И это значит, что где-то в конечном, на конечном интервале происходит какое-то периодическое движение, а вдали все почти все на месте стоит. И таких решений было много найдено, и это тоже свидетельствует о том, что дела с органической бипозиции и все совсем не так просты, как это казалось на Больфман, Египте и прочее. Потому что часть из этих бридеров, на самом деле, вообще устойчивая просто, по крайней мере, приближение устойчивая. Это значит, что энергия может, что вообще решение может долго стоять, даже сам табризер он один, но рядом с ним в окрестности можно долго-долго-долго находиться. И это, конечно же, не то чтобы противоречит ее конечности, но в этом случае видно, что если ее конечности есть, то она какая-то очень медленная. Следующий фактор. Но после того, как были вот эти бридеры построены, да, там была вот ссылка на Макея, на обзор, если кому интересно посмотреть ссылки, то потом были предприняты разные обобщения, например, два периодически решения локализованные, следующий слайд. А также была поставлена задача о бегущих волнах. Но, собственно, я еще помню, как Макей такой вопрос задавал во времена, когда, ну, это где-то девяностое, девяносто пятый, не знаю, год, когда еще было вообще непонятно, как эти решения типа бегущих волнах строят. Но в какой-то момент такие результаты начали появляться. На самом-то деле, на самом-то деле, а можно вернуться на первый слайд? Да. На самом-то деле, если мы предположим, что вот частицы друг другу подходят близко, вот, и потенциал взаимодействия очень сильный, то тогда, то тогда можно перейти, естественно, перейти в системе один к непрерывному пределу. И там получится обычное волновое уравнение. Эти две точки равняются х, производная по пространству, вот. Если пространственная координата напрямую у нас кси, то х, то вторая производная по кси. Вот. Но это обычное наше волновое уравнение из учебника, и мы знаем, что там полно волн, которые даются совершенно даром. Совершенно, сразу получается. Но дискретизация вот обычного волнового уравнения, это вот что-то типа вот такой системы. И дискретизация тут же задачу существования волновых волн делает чрезвычайно, ну, существенно, существенно более сложным. Это опять вперёд. Вот. Вот. Да. Значит, тем не менее, результаты начали появляться. И методы тут были отчасти вибрационные, вот здесь вот первые две ссылки. А также вместо центрального многообразия, вообще это бесконечномерная система, поэтому вместо центрального многообразия сводит всё это к исследованию конечномерной системы. Впрочем, здесь, конечно, надо, приходится рассматривать решение очень-очень малой амплитуды. И вот Йолос и савторы этим занимались. Следующая слайка. Вот то, про что я собираюсь я рассказать, касается, на самом-то деле, качество потенциала, вот, берут разные вещи. Берут потенциал, например, линейного осциллятора и его, то есть квадратичного квадрата, x-квадрата, и его, ну, чтобы система не была линейной, и к нему добавляют что-нибудь более высокой степени, там, x3 с каким-нибудь коэффициентом, x4. Вот, иногда пишут в качестве V косинус, вот, но у меня потенциал будет не то, чтобы совсем гладкой функцией, у меня потенциал будет с особенностью в нуле. Это соответствует тому, что частицы отталкиваются друг от друга, им запрещено проходить одна сквозь другую. Вот, собственно, те потенциалы, которые я перед этим упоминал, они не запрещают одной частице одну сквозь другую проходить. А вот этот потенциал, ну, в каком-то смысле, вот такой более реалистичный. И здесь формальные условия потенциала описаны вот в третьей строчке, но лучше не на них смотреть, а лучше посмотреть на вот последнюю формулу, которая говорит, что типичным представителям потенциала, которые меня не устраивают, это такие. Надо взять какую-нибудь функцию, такую функцию положительную в нуле и поделить ее на x в степени k. Вот k у меня должно быть больше единицы, видимо, и единицы тоже должны сгодиться, но как-то вот так технически там возникают какие-то проблемы. Вот, но типичный график представлен вот здесь. То есть требуется никакого убывания, да? Не требуется никакого убывания. Видите, на самом-то деле все события будут происходить на конечном интервале, вот это вот здесь. Поэтому что происходит в дальнейшем совершенно неинтересно. Как он устроен в дальнейшем, тем неинтересно. И важно, собственно, что? Что есть особенность, особенность в нуле такая сильная, ну а дальше он какой-то гладкий. Следующий фактор. Вот. Ну а идея основная, очень простая, и она состоит вот в чем. Что вот этот потенциал, вот качественно, вот для физика во всяком случае, вот он напоминает такой вот потенциал, который везде ноль, а в нуле плюс бесконечность. Это такой вот потенциал, который естественно ассоциируется с соударением, с супругим соударением шариков. А мы знаем, как шарики с одинаковой массой соударяются. На бильярде люди у нас играют иногда, значит, они просто обмениваются скоростями, если они на одной прямой расположены. Вот. И мы можем себе вообразить вот такую цепочку, которая состоит из шариков, из упругих шариков, которые расположены на прямой. И если нам зададут вопрос о существовании решений типа бегущей волны в этой системе, то мы, конечно, сразу, наверное, упредь явим. Потому что это такое решение, когда движется только один шарик, все, в любой момент времени движется только один шарик. И он доезжает до следующего, ударяется и останавливается, естественно, по закону супругого соударения и поехал в следующий шарик. И вот это такое решение, чрезвычайно локализованное, типа бегущей волны, ну и вот в такой системе. Но хочется верить в то, что если у нас потенциал выбран таким, как какой был на предыдущем слайде, то при больших энергиях должно происходить что-то очень похожее. При больших энергиях шарики почти не чувствуют этого потенциала, если скорость очень велика, пока они не приблизились довольно сильно один к другому. А когда они сильно сблизились, то они вдруг обнаружили вот этого особенного потенциала, и он их оттолкнул. И хочется верить, что это будет хорошим приближением к упругому соударению, или упругой соударением хорошим приближением к этому явлению. И хотелось бы ожидать, что вот такого типа решения для упругих шариков должно породить решение, должно быть нулевым приближением для решения в системе упругих шаров. Следующий слайд. Так вот, здесь я нарисовал график функции φ для случая упругих шаров. Как видите, функция такая очень простая. Функция φ – это функция с первого слайда, которая задает бегущую волну. Но у нее первая, сама она непрерывно первая производная вот такая кусочная постоянная, но вторая производная, как видите, у нее уже не существует вот в тех точках излома. И это означает, что мы должны, а эти точки излома как раз соответствуют соударениям. И поэтому мы должны ожидать, что вот в нашем решении, которое мы собираемся строить, будут некоторые места с очень большими старыми производными. В общем, это неудивительно, раз в моменты почти что ударов, и мы соответствуем. Итак, энергию надо брать большой, иначе мы эту особенность не сможем использовать. Но в качестве все-таки малого параметра будет использован не единиц поделить на v, а вот немножко другое, вот этот ε, вот таким образом записанный, который для вот этого, для этой функции просто он равен нулю, как легко сообразить. А, правильно? Ну да. А вообще-то он имеет смысл, этот параметр имеет смысл минимального расстояния между частицами, когда вот они одна к другой близке подходят в процессе решения. Ну, следующее, следующее. Значит, вот основной визуально состоит в том, что возьмем как угодно большое число α, вот оно сейчас где-то там в формуле появится, и рассмотрим потенциал того вида, который рассматривалось тогда. Для достаточно малых значений ε существует решение со следующими четырьмя свойствами. Но первое свойство, первое равенство, это просто четность. Второе равенство пока говорит о том, что функция φ, задающая бегущую волну, она близка к функции φ со звездой, задающую бегущую волну в твердых шариках. Третья формула показывает локализацию, причем достаточно серьезную такую экспоненциальную локализацию с любым вот этим самым α в экспоненте. Видите, вот здесь α, но еще здесь малый параметр даже перед экспонентом стоит. Ну, а последняя формула показывает просто связь вот этого малого параметра ε с величиной v, которая... Ну, это как бы скорость нашей бегущей волны. Вот, следствие числа. Значит, аналогичная идея, когда я это все придумал, писал статью, публиковал, потом я обнаружил, что аналогичная идея была у таких товарищей Фресеки и Бастис, но метод их доказательства, эти решения совсем другое. Они использовали вариационный метод, и, как всегда, в случае, когда у нас вариационные методы используются, то эти методы чрезвычайно мощные, но и довольно грубые. Они дают не очень много информации по поводу свойств решений. В частности, вот те свойства экспонентальной локализации, причем количественной оценки на экспонентальную локализацию, на близость к невозмущенному решению, у них отсутствуют. Ну и, кроме того, ограничения на потенциал есть все-таки более жесткие. Там должен быть единственный глобальный минимум существовать. Вот. Мы имеем в виду, что у нас есть без явных оценок? Ну, потому... Ну как, существует решение, типа бегущей волны локализованное решение. Вот. А как там... Насколько оно... Насколько оно локализовано? Вот уже... Это... Нет. Это, конечно, сидит где-то в тех пространствах функций, в которых они работают. Ну, а тем не менее, эти количественные оценки уже там, за пределами тех пространств уже очень трудные. Такими методами получают. Следующий слайд. Так, идея доказательств. Идея у меня состояла в том, что... Ну, сейчас я ее чуть попозже сообщу. Значит, для начала давайте мы перейдем от функции φ к другой функции ψ. Это чуть-чуть более удобное... Она более удобным образом входит в уравнение. Вот. И окажется в дальнейшем, что функция ψ это просто неподвижная точка некоторого сжимающего оператора. Вот. Вот следующий слайд. Если мы посмотрим на уравнение бегущей волны, может быть с этого стоило даже начинать, то функция ψ, его можно из-за функции φ писать, можно из-за функции ψ. Вот оно выглядит, навсегда оно выглядит примерно таким способом. Это такое, как бы, на первый взгляд, обыкновенное дифференциальное уравнение производное у нас здесь только по времени. Но если мы посмотрим на правую часть, то мы увидим, что это, на самом-то деле, дифференциальное уравнение с запаздыванием и опережением. То есть это, конечно же, никакое необыкновенное дифференциальное уравнение, а вот такая система с запаздыванием и опережением одновременно. Вообще-то, поскольку мы ищем локализованные решения, то там можно перейти от дифференциального уравнения к интегральному. И там интегралы на бесконечности будут сходиться, и поэтому там вроде как кажется, что должно быть двойное интегрирование, но один раз можно что-то там проинтегрировать. И он получится такое вот интегральное уравнение, на чей вкус что лучше, но что то, что другое, совершенно непонятно как решать. Итак, да, но идею я сообщил, надо строить сжимающий оператор. И если вот кто-нибудь подумает, что вот правая часть вот этого уравнения интегрального, это наш оператор, действующий на функцию psi, и вот что в какое-нибудь пространство сжимает, то это совсем не так. Во всяком случае, я таких пространств не знаю, в которых вот такая банальная вещь уже сразу же является сжимающим оператором. Поэтому этот сжимающий оператор пришлось помучаться, чтобы построить. То есть я подробностей сообщать не буду, но на чуть-чуть какие-то основные этапы построения опишу. Следующий слайд. Значит, во-первых, пространство, где будет функция psi лежать, это пространство функции, которые вот так вот эстенциально локализованы. Видите, вот здесь у них норма с весом, с весом f, который является экспонентой. Но важно, что они определены на таком дырявом множестве. То есть это прямая, из которой выброшен интервал минус одна вторая и одна вторая. Вот. И это пришлось мне сделать, потому что вот именно здесь происходят всякие сингулярные сложные вещи, которые, в принципе, могут препятствовать оператору. Вот. Следующий слайд. И чтобы построить этот оператор... А, ну, сейчас... Здесь говорится о том, что надо рассмотреть вот такой вот шар, радиус 2 третьих в этом пространстве. И тогда вот именно этот шар будет отображаться некоторым оператором в себя, и этот оператор будет сжимать. Вот. Следующий слайд. А чтобы построить этот оператор, надо, значит, действовать... Ну, я действовал следующим образом. Сначала надо заполнить вот эту дыру. То есть надо сначала доопределить, если дана какая-то функция из этого шара, то сначала надо ее доопределить на отрезке минус одна вторая и одна вторая. Для этого надо решать дифференциальное уравнение, которое похоже было на то уравнение, которым должна вытворять волна. Ну, собственно, это оно же и есть. Но только вот первый и последний член в этом уравнении берется из известной функции. Она как раз там в соответствующих точках определена. А в посередине вот этот член как раз мы собираемся вычислять из дифференциального уравнения. А вот это уже уравнение без всякого запаздывания, потому что вот у него вот эти запаздывания и опережения это известные функции. Вот. И надо его решить. Правда, с неизвестным еще заранее неизвестным множеством. Плюс, который стоит в том месте, где стояла квадрат скорости. Этот параметр нам придется еще вычислять отдельно. Вот. Но, тем не менее, это обыкновенное дифференциальное уравнение. Задача Каши для него. И его... Это уже можно решать и анализировать. Следующий. На отрезке одна вторая, три вторых. Вот надо, чтобы найти новую функцию. Мы уже переходим к интеграмному уравнению. Вот. И решаем... И находим эту функцию из вот такого уравнения. Но, как видно, что правая часть уже к настоящему моменту вычислена. Вот. А дальше, на оставшемся лучшее, следующий слайд, там уже уравнение еще попроще. Ну и вот, оказывается, следующий слайд. Оказывается, что... Ну, там дальше по четности... Да, по четности определяем эту функцию на левой полуоси. И следующий слайд. Оказывается, что... Что... Вот этот коэффициент W плюс. Он же... Скорость в квадрате... Скорость в квадрате волны. Его можно вычислить из... Еще одного сжимающего оператора попроще. Вот. И после этого уже вот получается... Получается... Но... По старой функции Пси мы вычислили новую функцию Пси. Вот получился некоторый оператор. Который надо проверять, что он сжимает. Вот примерно этот такой вот план... План... План рассуждений. А... Ну а сейчас я... Расскажу про некоторые... Чуть более... Чуть более такие... Смешные... Наблюдения. А... И там же будут... Будут... Некоторые... Не... 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 Неясные вещи. Какие-то вопросы... Которые для меня... Остаются открытыми. Следующий слайд. А... Это значит... Лема о том, что все сжимает. Следующий слайд. Значит... Вот... Мы видели, что... Что... Таким образом... Что... Жесткие шарики... Одинаковой массы... Порождают решение типа бегущей волны. Но тут же можно задать вопрос такой... А почему одинаковые массы? А может быть можно... Можно... Можно рассмотреть... Жесткие шарики разной массы. И они... Если мы там... Если мы в них найдем... Найдем локализованное решение типа бегущей волны... То тогда... Ну... Естественно ожидать, что... Что и... Для потенциала... Для частиц с обычным потенциалом... Будет такого типа решения существовать. Но существуют ли... Локализованные решения для жестких шариков разной массы... Это... Вот... Нас предстоит выяснить. Но простейшая ситуация, которую можно вообразить... Это когда масса чередуется... Большая-маленькая... Большая-маленькая... Вот значит... Большая у меня М1... Маленькая... М2... Чтобы решение было типа бегущей волны... Значит... Я... Предлагаю... Такую задачу решить... Значит... Сначала у нас действует... Движется только левый шар... А все остальные стоят... И вот он ударяется... Шар поменьше... По серединке... И вот этот шар... Шар... Меньшей массы... Начинает... Начинает биться... В ближайшие... Два... Шара... Большой массы... И... Вот... Мой вопрос состоит в том... А может быть... И быть такое... Что в какой-то момент... В какой-то момент... Шар маленькой массы... В последний раз... Удаляется... О первый шар... И... Первый шар... Останавливается... Потом... Этот шар идет... Догоняет... Догоняет... Правый шар... Удаляются они... В последний раз... И этот... И вся энергия оказалась передвинутой с левого большого шара на правый большой шар. И тогда этот процесс будет непрерывно повторяться в цепочке, и вот волна такого типа побежит. На самом-то деле, тот вопрос, который я задал, сводится к задаче о бильярде в угле. Вот следующий слайд. Эта задача о бильярде в угле состоит в следующем. Если тут у нас рисуют, если есть чем... Формулируется так, есть угол известного раствора, и вопрос какой должен быть угол альфа такой, чтобы бильярдная частица пришла в бесконечности параллельно одной из сторон. Потом дальше она начала ударяться, ударилась несколько раз, ударилась последний раз, и ушла обратно на бесконечность опять параллельно одной из сторон. Вообще-то, какое у меня отношение задача о частицах, задача о бильярде, но я коротко все-таки произнесу, может быть это не все знают. Дело в том, что вот если у нас есть две частицы на прямой, на прямой Х, то у одной координаты Х1, у другой координаты Х2, и задача об их соударении, на самом деле, на эту задачу можно так смотреть, что есть у нас консервационная пространство, это плоскость Х1, Х2, и в ней есть связь, односторонняя связь, которая говорит, что Х2 должно быть обязательно больше либо равно, чем Х1. Х2 больше либо равно, чем Х1, это значит сверху от этой прямой, и движение, когда мы вдали от этой прямой происходит равномерно и прямолинейно, потому что шары друг друга не знают, друг друга не чувствуют, то удар об эту прямую, упругий удар об эту прямую, а как раз соответствует упругому соударению, что угол падения равен угол отражения, вот этому самому бильярдому закону. Но здесь очень важно понимать, какой смысл мы вкладываем в слова угол падения, угол отражения, потому что априори на этой плоскости нет никакой метрики, и эту метрику надо правильным образом ввести, надо правильным образом эти углы измерять. А правильным образом измерение углов состоит в том, чтобы измерять их в метрике не той наивной, ДХ1 в квадрате плюс ДХ2 в квадрате, а метрике, которая задается кинетической энергией, М1 и С1 с точкой квадрате, ну там пополам, М2 и С2 с точкой квадрате. Кинетическая энергия нашей системы задает именно правильную квадратичную форму, и вот именно в ней надо углы измерять, и тогда все получится правильно, тогда задача от удаления шаров окажется, перейдет в задачу о бельяде. Когда у нас частица 3, то на самом-то деле все события происходят в первом пространстве, но там можно понизить порядок с помощью закона сохранения импульса, и вот как раз перейти вот к этому самому углу. Ответ можно получить полностью. Угол раствора определяется именно массами таким образом. Следующий слайд. Оказывается, что массы должны удовлетворять вот такому соотношению. То есть бесконечная есть серия отношений масс, для которых вот такая локализованная волна существует. Здесь вот натуральное число n, которое под космосом стоит, это как раз вот 2n, это общее число соударений вот в этой системе трех частиц. Что происходит в системе четырех частиц? То есть может ли энергия аналогичным образом от первого шара полностью перейти после нескольких соударений к последнему? Эта задача оказалась существенно-существенно более сложной. Вот. Есть тут только какие-то частные, очень частные результаты, никакой ясности, в общем-то, какие-то предварительные и частные результаты. Поэтому спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.